Здравствуйте! В эфире передача «Разговоры по существу» и сегодня мы в гостях у председателя Магаданской областной избирательной комиссии Николая Николаевича Жукова. Здравствуйте! Добрый день! Нам вот предстоит проголосовать за поправки в Конституции и на какой день запланированы эти голосования? Ну, естественно, дата... Я сразу оговорюсь, что речь идет именно об общероссийском голосовании. Вот какой-то аналогичный институт, это было общенародное голосование по поводу принятия самой Конституции. То, что нам предстоит, это не референдум, это не выборы, это именно вот общероссийское голосование, институт во многом уникальный. Я просто хочу подчеркнуть, что на самом деле поправки в Конституцию с точки зрения текста самой Конституции... Формат уникальный, сам текст Конституции не требует одобрения гражданами, поправок, да? Но вот в данной ситуации, с учетом того, что их достаточно много, эта позиция прежде всего была президента, я напомню, все-таки было принято решение с гражданами страны посоветоваться, да, то есть принимать, не принимать. И, ну, на мой взгляд, это действительно очень такой значимый шаг для нас. Что же касается самой даты, то мы пока ориентируемся с учетом сроков прохождения проекта законного поправки Конституции на 22 апреля. Ну, обращу внимание, что это, конечно, ориентировочный срок, все будет зависеть от того, когда этот проект закона уже в качестве закона будет принят Думой, как быстро его одобрит Совет Федерации, субъекты Российской Федерации, я напомню, они тоже должны высказаться по поводу поправок Конституции. Ну и, соответственно, этот закон уже будет подписан обнародован президентом. Но еще раз скажу, что пока мы в своей деятельности ориентируемся на дату 22 апреля. В чем суть изменений? Ну, в полном объеме я вам, конечно, не скажу сейчас. Я напомню, что ко второму чтению, которое вот уже в скором времени в Государственной Думе по проекту закона должно состояться, этот проект был доработан очень сильно с учетом предложений поступивших от партий, общественных организаций, от граждан. И проект закона существенно дорабатывается, практически доработан. Но вот в первом чтении, если мы посмотрим на проект закона, можно, в общем-то, выделить два блока. Первый блок, это связан с правым статусом граждан, прежде всего, социальными гарантиями, предусмотренными Конституцией. Это и закрепление обязательной ежегодной индексации пенсии, не менее чем на величину инфляции. Это закрепление размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. И второй большой блок, это совершенство деятельности органов государственной власти. В частности, своеобразное перераспределение полномочий, в части, могу сказать, что усиливаются полномочия Госдумы, Совета Федерации. Появляется Госсовет уже не в качестве такого совещательного органа, а в качестве органа, который будет предусмотрен Конституцией. На самом деле, мы, избирательная комиссия, которая сегодня определена как орган, отвечающий за организацию общероссийского голосования, безусловно, будем заниматься активным информированием граждан. И как только Государственной Думой будет принят закон, мы сможем и сделаем это обязательно, подробно разъяснить, в чем суть этих поправок в целом. Пока я о некоторых параметрах сказал, но они, можно сказать, не то чтобы предположить, но неполные. На самом деле, там было очень много идей, в том числе и предварительно, которые одобрил президент, связанных и с закреплением территориальной целостности России, с закреплением института семьи, детства. На самом деле, это очень интересное предложение, мне как гражданину, безусловно, не импонирует. Как в регионе проходит подготовка ко дню голосования? Хотел сказать сразу сложно, это неправильный будет термин, напряженно. Это все-таки очень большая ответственность. Уже 14 февраля президент издал распоряжение, которым возложил на систему избирательных комиссий проведение этого общероссийского голосования. Мы уже в режиме подготовки. Естественно, старт будет официальный дан только с того момента, когда проект закона об оправках в Конституцию будет опубликован уже. Пока мы осуществляем подготовительные мероприятия, связанные с определением групп избирателей, которые находятся в отдаленных местах, к которым нам нужно будет доехать, прилететь. Связанные с определением формата информационно-разъяснительной кампании. Она достаточно большая. Мы хотим дойти до каждого избирателя, постучаться в каждую квартиру, в каждый дом, чтобы каждый избиратель, голосующий избиратель, не совсем правильно, понимал, о чем речь идет. Что это за общероссийское голосование? Каковы поправки в Конституцию? Каковы особенности голосования? Оно во многом будет особенным. Потому что одна из задач, которые мы перед собой ставим, это дать возможность, ну с учетом, естественно, того порядка проведения общероссийского голосования, который утверждает ЦИК или утвердит в ближайшем времени, это дать возможность каждому гражданину Российской Федерации реализовать свое право и иметь возможность высказаться по поводу принятия поправок в Конституцию. Какой это будет выбор, это дело самого гражданина, но дать ему возможность свою позицию выразить, это наша задача, наша обязанность. За две недели до голосования волонтеры будут ходить и разъяснять населению все тонкости голосования. Скажите, пожалуйста, в чем будет заключаться, что они будут, как это будет выглядеть? Ну, я хочу сказать, что прежде всего этой работой будут заниматься наши участковые комиссии. Мы с коллегами уже общались, сейчас определяем уже персональный, можно сказать, перечень тех членов участковых избирательных комиссий, которые будут заниматься этой работой. Конечно, мы не возражаем, приветствуем ситуацию, когда вместе с членами участковых комиссий будут работать и волонтеры, такой формат предполагается. Мы заключим соответствующее соглашение и с людьми, которые захотят эту работу вести, и с общественными организациями, которые готовы будут здесь нам оказывать содействие. Это будет совместная, я подчеркну, работа. Задач будет несколько. Во-первых, это проинформировать о самом общероссийском голосовании, его дате, времени и месте. Во-вторых, это в меру возложенных полномочий разъяснить суть поправок в Конституции. Мы не занимаемся агитацией. Агитация, как Конститут, вообще не предусмотрена в рамках общероссийского голосования. Мы занимаемся информированием. Это наша задача. Ну и, конечно, проинформировать избирателей об особенностях голосования, о возможностях, которые дает порядок, который утвердит ЦИК, в реализации своего права. Это возможности досрочного голосования, голосования вне помещений, голосования не по месту жительства. То есть все эти наработки, которые были сделаны за последние годы избирательной системой, они все будут сохранены. И я надеюсь, что каждый избиратель сможет свой выбор сделать. Вот это мы все должны объяснить, разъяснить, помочь голосующему определиться, где, каким образом ему наиболее удобно будет проголосовать. Это мы все сделаем в рамках таких обходов адресного информирования. Исходя из опыта, по вашему мнению, какой процент проголосует? Это дело неблагодарное на самом деле. Хотя, опять же, я здесь выражаю с одной стороны позицию свою как гражданин, с другой стороны как избирательной комиссии. У нас нет задачи явки, сразу скажу. Она не предусмотрена законом. Но понятно, что мы, прежде всего, сами всегда свою работу на любом голосовании оцениваем через явку. Насколько мы смогли эффективно организовать информирование. Мы постараемся сделать здесь все возможное. Ну и вот уже как гражданин я могу сказать, что, конечно, это уникальная возможность, уникальный шанс. Вот впервые, 27 лет прошло. И, конечно, я хотел бы надеяться, я буду голосовать, я сразу скажу. Хотел бы надеяться, что каждый наш гражданин, каждый наш земляк ответственно подойдет к этому вопросу, сформирует свою позицию, придет на избирательном участке, проголосует. Тем более, что, вот еще раз скажу, это моя личная позиция, что в целом те поправки, которые сегодня предлагаются, мне импонируют. Если будут выявлены нарушения в ходе голосования, какие меры будут приниматься? Ну, конкретный комплекс мер мы пока еще вырабатываем, потому что здесь стандартные нормы Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного кодекса, мер, предусмотренных федеральным законом об основном гарантиях избирательных прав граждан, они действуют. Но действует общее правило, связанное с общественным порядком, с теми полномочиями, которые есть у нас в руках, по привлечению конституционной ответственности тех лиц, которые будут нарушать, например, тот порядок, который утверждается ЦИК. Еще раз, конкретный перечень мы сейчас вырабатываем и будем понимать его. В целом, здесь мы ориентируемся прежде всего на федеральный закон номер 59, о порядке работы с обращениями граждан. Единственная задача, которую мы ставим, что любое сообщение, любое сообщение, оно должно быть обработано немедленно, с тем, чтобы мы оперативно могли любые сомнения в прозрачности, открытости процедур, в легитимности сделанного выбора устранить. Как обычно, мы планируем создание специальной рабочей группы, которая будет включать в себя и представителей уполномоченного по правам человека, будет включать представителей общественных организаций, с тем, чтобы вместе с членами нашей комиссии избирательной, областной, мы имели возможность незамедлительно выехать, посмотреть на месте, если там какая-то, может быть, недоработка, устранить любые сомнения в том, что комиссия участковая работает четко и в строгом соответствии с утвержденными правилами. Вот, на мой взгляд, здесь, конечно, самое главное, это немедленная реакция на любое сообщение. Мы понимаем, что в силу того, что голосование будет особым, в том числе по особым, несколько отличающимся от привычных правилам, такие сообщения будут. Это вполне естественно, вполне логично, потому что человек придет и увидит, что здесь есть какие-то особенности по сравнению с обычным голосованием на каких-либо выборах. Но вот здесь немедленная реакция является основным условием для того, чтобы снять любые вопросы, любые сомнения. Вот мы, прежде всего, хотим ее обеспечить. Есть ли дата, когда будут уже подведены итоги и подписаны изменения? Ну, пока нет, конечно. Дело в том, что подведение итогов будет осуществляться в соответствии с порядком ЦИК, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Пока этот порядок не утвержден. Он сейчас находится в стадии активного обсуждения, в том числе некоторые предложения. И мы внесли окончательно, это вот только 6 марта, закончится сбор предложений Центральной избирательной комиссии по вопросу совершенствования проекта порядка. И только после этого мы сможем определиться с датой. Ну и плюс, еще раз подчеркну, что мы ориентируемся на определенную дату. Она нам представляется наиболее, естественно, вероятной. Но пока мы не увидим опубликованный, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации проект, закон о поправках институции, мы о дате говорить конкретно и четко еще не можем. Я, кстати, вот здесь на секунду отвлекусь. Для меня это очень важный вопрос, потому что я уже в интернете встречаю такие какие-то позиции по этому поводу, на мой взгляд, некорректные. Есть такой вопрос, зачем мы голосуем, если будет принято, подписано президентом. Я хочу напомнить, это одно из условий этого общероссийского голосования, выработанное самим президентом. Закон о поправках в конституцию, да, президентом будет подписан. Но с условием, что вступить он сможет в силу в части поправок в конституцию, только в том случае, если мы одобрим эти поправки. В противном случае этот закон в силу не вступает. И вот именно поэтому каждому из нас важно свою позицию выработать, прийти проголосовать. Но я со своей стороны могу гарантировать, что результаты этого голосования будут подведены оперативно, максимально, незамедлительно, публично, с размещением всей информации, в том числе и в сети интернет, чтобы каждый мог видеть и понимать, что его голос учтен. Напоминаю, это была передача «Разговор по существу». И сегодня мы были в гостях у председателя Магаданской областной избирательной комиссии Николая Николаевича Жукова. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин